С 15 ноября в России впервые вводится платный проезд по федеральным трассам для тяжелых фур. Один километр пути обойдется водителям в 3 рубля 73 копейки. Ожидается, что благодаря этому уже в 2016 году дорожный фонд пополнится 40 миллиардами рублей. Для простых потребителей это означает, что цены на перевозимые фурами товары вырастут. Руководство Росавтодора уверено, что рост составит не более 1%. Однако сами перевозчики прогнозируют подорожание товаров на 6-8%. В различных странах проблему финансирования дорожного строительства и ремонта решают по-разному. Наиболее действенным является введение платы за проезд по автомагистралям или другим дорогам. То есть переход к принципу «пользователь платит». Владельцы грузового транспорта пользуются автомобильными дорогами в предпринимательских целях и наносят им больше ущерб. Подсчитано, что воздействие одного грузового автомобиля полной массой более 12 тонн на дорожное покрытие сопоставимо с вредом от 25-30 тысяч лиховых автомобилей. Но предстоит провести массу мероприятий, чтобы начать взимать плату с грузовиков. Планируется их все бесплатно оборудовать специальными устройствами, которые будут автоматически списывать деньги со счета за пройденные километры, а также необходимы стационарные считывающие посты. По предварительным подсчетам, нововведение повысит стоимость перевозок от 1 до 8%. Все средства пойдут на содержание, ремонт и строительство новых дорог. Система будет работать на дорожной сети протяженностью более 50 тысяч километров и затронет 2 миллиона автовладельцев. Да-да-да, все станут тут, тем более здесь. Тут нет работы, тут Салехард, Лоботанги, вот эти, пароны переплавают, туда надо заплатить еще. Тогда все грузовики пускают снова назад принимают на металлолом или что, в утилизацию. Придет всему конец, всем грузоперевозка по России. И, то есть, люди побросают всю эту работу. Просто вынуждают все бросить, не платить налоги, ничего. Или цены подпрыгнут. Ну, скорее всего, как пишут в интернете, что надо в конце года продать машину и идти на биржу труда. Тяжело будет, платить придется лишнего, какой-то копейка. Вот. И на всем придет и подорожание. А то, что у нас за перевоз платят какой-то, ну, мало платят, конечно, за перевоз. А сейчас еще за дорогу платят. Ну, не знаю, смысл есть транспорта держать, средства вот это, на нем работать. Я не знаю. И о штрафах за отказ платить. Частные лица 5 тысяч рублей, должностные и индивидуальные предприниматели 40 тысяч рублей, юридические лица до 450 тысяч рублей.